Я на всякий случай представлю, действительно, я заведующая отделением химиотерапии, поэтому, конечно, в основном у меня будут сделаны акценты на применении противоопухолевых лекарственных средств. Итак, сейчас я только пойму, как листать. Ага, ага, всё, всё, извините. Как уже сегодня многократно говорилось, действительно, нежелательные кардиотоксические реакции, они характерны для очень большого количества групп различных противоопухолевых препаратов. На первом месте, безусловно, стоят цитостатики, среди них абсолютно известным являются антрациклины, доксорубицин в частности, но помимо этого приходят в нашу клиническую практику и другие новые препараты. Это препараты токсаны и препараты платиновой группы, это давнишние, давно существующие на рынке, но в том числе и такие препараты нового механизма действия, как, например, ирибулин. И вот этот весь спектр лекарственных препаратов, цитостатиков, используется при различных злокачественных новообразованиях. Большинство из них используется при лечении рака молочной железы. Точно так же это может касаться, например, сложной категории больных опухолями головы и шеи. Любых пациентов с любой нозологией, где возможно применение препаратов платиновой группы. А это рак лёгкого, это рак мочевого пузыря. То есть очень большой широкий спектр пациентов с этими патологиями. Кроме того, нежелательные реакции на сердечно-сосудистую систему оказывают и таргетные препараты. В первую очередь это малые молекулы, ингибиторы тирозинкиназ. Достаточно часто при определенных патологиях могут применяться сочетания таблетированных тирозинкиназных ингибиторов с моноклональными антителами. Для лечения опухолей с наличием определенных мишеней используются те же, например, анти-ХЕР-2 препараты. И таким образом, если мы говорим только о таргетной терапии, то это, опять же, огромный пул пациентов с различными патологиями. Колоректальным раком, раком молочной железы, рак желудка, меланома кожи, рак щитовидной железы, рак почки и так далее. И спектр этих вновь появляемых препаратов только расширяется и, соответственно, увеличивается число больных, которым они могут назначаться. Появляются в нашей практике и абсолютно препараты новых групп, в частности, например, ингибиторы CDK-4,6-зависимых киназ, которые активно сейчас применяются при лечении ракомолочной железы. То есть, в целом, мы можем сказать, что, безусловно, с каждым годом у нас расширяется спектр препаратов, которые могут быть потенциально кардиотоксичны. И поэтому актуальность совместной работы кардиолога и онколога, в частности, химиотерапевта, конечно, переоценить невозможно. Какие же мы, в принципе, можем использовать стратегии как онкологи для того, чтобы снизить риски развития вот этой нежелательной кардиотоксичности наших препаратов? Уже говорилось о том, что действительно могут использоваться особые формы химиопрепаратов. Например, липосомальные формы. Могут использоваться коньюгаты препаратов, когда цитостатик целенаправленно доставляется в опухолевую клетку, которая имеет определенную мишень. Например, если мы говорим о комбинации, ну, это так называемый препарат ТДМ-1, где цитостатик связан с определенным коньюгантом антителом HER2 рецептору, и он принципиально поставляется именно в эту опухолевую клетку. То, о чем мы уже тоже сегодня говорили, не одновременное, а последовательное применение цитостатиков, которые обладают потенциально кардиотоксическими реакциями. Мы используем практически всегда инфузионные, а не болюсные введения. Могут применяться так называемые метрономные режимы. Например, те же препараты токсановой группы могут использоваться не один раз в три недели, а еженедельно. Это позволяет уменьшить разовую дозу препарата. Это позволяет избежать премедикации, например, дексаметазоном, что для пациентов с сахарным диабетом либо с тяжелой артериальной гипертензией. Это тоже важный момент. Мы можем заменять препараты в пределах одной группы, в частности, цисплотин на карбоплотин, рибоциклип на палбоциклип. На этом я остановлюсь поподробнее. Мы можем себе позволить корректировать дозы противоопухолевых лекарственных средств. Ну и, безусловно, обязательно нормальный сбор анамнеза с определением потенциальных рисков развития кардиотоксичности и проведения адекватного кардиомониторинга. Итак, что же мы можем позволить себе в отношении, например, замены препарата в пределах одной группы? Давайте рассмотрим те опухоли, которые требуют назначения цисплотина. Еще в 2011 году изначально параметры, по которым пациент не может получать цисплотин, были сформулированы для пациентов раком мочевого пузыря. Но в последующем это было расширено, и они абсолютно подходят для любого пациента любой онкологической патологии, которому предполагается назначение платиновых производных. Так вот, если пациент имеет хотя бы один из ниже перечисленных критериев, то он не может получать цисплотин. Это может быть общий функциональный статус, соответствующий ЭКОК-2 и выше. Это пациенты со снижением клиренса креатинина менее 60 мл в минуту. Это пациенты, у которых по данным аудиометрии отмечается снижение слуха второй степени и выше. Пациенты, которые имеют признаки периферической нейропатии. И те пациенты, которые имеют кардиальную патологию, которая соответствует на самом деле для цисплотина даже по Нью-Йоркской классификации класс более чем один. И как же мы можем решить для себя эту ситуацию, если пациенту по поводу онкологического заболевания показано назначение платиновых производных. В этой ситуации мы можем заменить цисплотин на карбоплотин, невозможность назначения которого имеет существенно более широкие границы, ну вернее более узкий коридор для того, чтобы мы не могли его назначить. В том числе наличие кардиальной функции, которая соответствует по американской классификации более чем второй степени, ОНМК и неконтролируемая артериальная гипертензия не являются абсолютными противопоказаниями для назначения карбоплотина. И действительно, эту такую стратегию в сочетании с другими мы используем в своей реальной каждодневной практике. В частности, у нас, например, в отделении существует протокол пациентам с опухолями головы и шеи, это очень тяжелая категория больных, у которых функциональный статус ЭКОГ-2, но им потенциально может быть назначено органосохранное лечение, когда пациент может избежать операции, уносящей гортань, и при этом сохранить функциональное и голос, и питаться самостоятельно, и дышать самостоятельно, им возможно назначение индукционной химиотерапии с последующей химиолочевой терапией. Так вот, для режима индукционной химиотерапии используется только режим ТПФ. Он включает в себя досатоксел, четырехдневную инфузию 5-туроцила и цисплатин. Вот мы для того, чтобы избежать невозможности назначения цисплатина, заменяем его на карбоплотин и применяем эти препараты в еженедельном режиме, снижая разовую дозу. Если мы говорим о раке молочной железы, самом распространенном заболевании как в мире онкологическом, как в мире, так и в нашей стране, то известный факт о том, что каждая пятая пациентка, страдающая раком молочной железы, дополнительно еще имеет потенциально более высокие риски удлинения интервала КУТИСИ. Связано это как с наличием некой кардиальной патологии, которая у нее существует уже до момента установления онкологического диагноза, так и с наличием электроэлитного дисбаланса. Кроме того, нужно помнить, что для лечения кардиальной патологии этим пациентам часто назначаются препараты, которые сами по себе дополнительно тоже могут иметь риски удлинения интервала КУТИСИ. И вот если у этой пациентки люминальный, то есть гормонально чувствительный подтип рака молочной железы, то по всем рекомендациям, как международным, так и российским, наилучшим вариантом первой линии терапии при распространенном процессе является комбинация CDK-4,6 ингибиторов, это вот новая группа препаратов с эндокринотерапией. И если мы посмотрим на эффективность препаратов, которые сегодня у нас доступны, а у нас из этой группы присутствуют на рынке пока еще только два препарата – палбоциклиб и рибоциклиб. И вот если мы посмотрим на эффективность, то мы видим, что как использование комбинации палбоциклиба с антиэстрогенными препаратами, так и рибоциклиба позволяет нам обеспечить одинаковые, очень схожие, прекрасные показатели, например, медиана времени до прогрессирования заболевания колеблется от 24 до 28 месяцев. Это пациентки с генерализованным процессом, и это лишь медиана времени до прогрессирования заболевания. И мы видим, что действительно снижение риска прогрессии абсолютно одинаково при использовании любого из этих препаратов в сочетании с антиэстрогенными препаратами. Но при этом также мы помним о том, что во всех исследованиях, в которых использовался рибоциклиб, было отмечено, пусть очень небольшой, в небольшом проценте случаев, но всё-таки было отмечено удлинение интервала КУТС более 480 миллисекунды, что соответствует второй и более высокой степени, либо отмечалось увеличение от исходного более чем на 60. То есть, в принципе, это ситуация, которую мы должны учитывать у пациента, которые предполагают такое долгое лечение и, в принципе, с онкологической точки зрения, хороший исход. Что же мы должны сделать в этой ситуации? Ну, в первую очередь, мы можем заменить рибоциклиб на палбоциклиб. И было показано во всех исследованиях, отдельно изучался этот вопрос, насколько комбинация палбоциклиба с антиэстрогенными препаратами может приводить к увеличению интервала КУТС. И ни в одном случае во всех проведённых исследованиях не было зарегистрировано ни одного такого неблагоприятного случая. Что же мы, какую ещё дополнительную стратегию можем применить? Коррекцию дозы препаратов. Но тогда у нас возникает вопрос, если нам необходима коррекция дозы по факту развития нежелательного явления, не приведёт ли это к ухудшению онкологических результатов? И вот этот вопрос также изучался абсолютно отдельно. И для того же самого рибоциклиба было показано, что снижение дозы на один шаг, то есть с 600 до 400 мг, не приводило к ухудшению онкологических результатов. Таким образом, для того, чтобы мы могли больных не только эффективно, но и безопасно лечить, нам необходимо обеспечить адекватный мониторинг. Это всё очень чётко прописано в инструкциях к использованию препаратов, где указано отдельно, что на протяжении первых двух циклов лечения обязательно каждые две недели при использовании рибоциклиба осуществляется мониторинг ЭКГ, осуществляется мониторинг электролита в крови. Если на протяжении первых двух циклов мы не видим нежелательного явления, то начиная с третьего цикла это делается перед началом каждого курса, то есть раз в месяц, а начиная с шестого цикла вообще лишь при наличии показаний. Кроме того, необходимо помнить, что нужно очень внимательно читать инструкции к препаратам. Именно поэтому, когда мы отправляем своих пациентов на консультацию к кардиологу, мы обязательно указываем, какими препаратами мы планируем проводить лечение. И даже самим пациентам говорим, что, пожалуйста, если вдруг доктор не знает препарата, это абсолютно возможно. Сейчас новые препараты появляются и сами онкологи, далеко еще не все все могут знать, а уж кардиологи тем более, то всегда доктор будет иметь возможность войти в интернет, посмотреть все нежелательные явления, которые могут быть для того, чтобы уже нам, как онкологам, дать свои рекомендации и чтобы мы поняли, можем ли мы безопасно лечить этого пациента. Так вот, например, если мы говорим о препаратах одной и той же группы, то мы видим, что, например, для палубоциклима никакие ограничения в сочетании с другими препаратами не указаны. В то время как для рибоциклима предполагается избегать одновременного назначения с антиаритмиками, ну и при наличии определенной патологии тоже препарат назначается достаточно осторожно. И вот, опять же, внимательно читать инструкцию к тому, что вы можете увидеть вот такой огромный перечень препаратов, которые категорически строго запрещены к совместному использованию, либо которые требуется применять с осторожностью. И среди них вы тоже увидите те препараты, которыми пользуются кардиологи. Следующая группа препаратов – тирозинкиназные ингибиторы, которые используются при огромном количестве различных злокачественных опухолей. Необходимо отметить, что в большинстве случаев это антиангиогенные препараты и артериальная гипертензия, так же как и протеинурия, являются одним из основных негативных проявлений использования этих препаратов. Если мы посмотрим на применение ленвотиниба при раке щитовидной железы, то оказалось, что гипертензия более чем третьей степени развивалась более чем у 40% пациентов. Но при этом хочу обратить внимание, что частота отмены терапии по причине развития артериальной гипертензии составила лишь в рамках международного исследования 1%. Почему это важно и почему нам, как онкологам, нравится, когда у больных развивается артериальная гипертензия? Потому что это напрямую связано с эффективностью лечения. И развитие артериальной гипертензии, как и других побочных эффектов, является суррогатным маркером эффективности проводимого лечения. Вот посмотрите, пожалуйста, какая была медиана времени до прогрессирования заболеваний у пациентов с развитием артериальной гипертензии – 19 месяцев в сравнении с 13 месяцев у больных, у которых артериальная гипертензия не развивалась. Также объективный ответ регистрировался достоверно чаще при развитии артериальной гипертензии, ровно так же, как и общая продолжительность жизни, несмотря на то, что в этом исследовании допускался кроссовер. Оказалось достоверно выше у больных с развитием артериальной гипертензии и относительное снижение риска смерти от онкологического заболевания при развитии артериальной гипертензии составило 57%. Также этот препарат использовался и при другой онкологической патологии, в частности, гепатоцеллюлярном раке. И вновь было показано, что развитие нежелательных явлений сопровождалось увеличением общей продолжительности жизни этих пациентов. Также мы видим, что артериальная гипертензия – это наиболее часто нежелательное явление, более чем у 40% развивалось, и всё это приводило к тому, что те больные, у которых развилась артериальная гипертензия при раке щитовидной железы – верхняя линия бордовая, более тёмная линия при гепатоцеллюлярном раке при развитии артериальной гипертензии – всё это коррелировало с увеличением общей продолжительности жизни. Для того, чтобы правильно и грамотно поступать, предусмотрено и во всех инструкциях указана ступенчатая редукция дозы препаратов. Поэтому, когда онкологи видят, что развивается артериальная гипертензия, отправляют к кардиологу для того, чтобы это максимально скорректировать, и всё-таки мы стараемся не отменять свои препараты, а максимально сохранить хотя бы минимальную дозу, потому что мы понимаем, что это отразится на общей продолжительности жизни. Таким образом, из исследований с ингибиторами теразинки нас были сделаны выводы о том, что развитие нежелательных явлений коррелирует с увеличением общей продолжительности жизни. Проведением коррегирующей симптоматической терапии эти нежелательные явления можно очень хорошо и грамотно, адекватно контролировать. И надо сделать всё для того, чтобы постараться избежать преждевременной отмены любого теразинкиназного ингибитора, потому что именно только таким образом мы можем получить максимальную пользу для больного с онкологической точки зрения. Ещё хочется обратить внимание на то, что не всегда добавление дополнительного препарата, который действует на одну и ту же мишень, приводит к увеличению токсичности, в частности, к кардиотоксичности. Сегодня мы много говорили о применении анти-HER2 препаратов, и все знают, что использование тростозумаба действительно сопряжено с развитием кардиотоксичности. Но в нашей практике появился ещё один препарат – это препарат из класса ингибиторов демеризации – пертузумаб, который применяется совместно с тростозумабом. Проводится такая двойная анти-HER2 блокада, это максимально увеличивает противоопухолевое действие. Но почему же действительно это действие усиливается? Связано это с тем, что препараты связываются с различными субдоменами одного и того же рецептора HER2. И было проведено несколько исследований рандомизированных, у которых стояло две задачи – оценить эффективность такой двойной анти-HER2 блокады и, безусловно, безопасность проведения такого лечения. И оказалось, что добавление пертузумаба не только не приводило к увеличению кардиотоксичности, а наоборот, случаи развития кардиотоксичности и сердечной недостаточности регистрировались существенно меньше при использовании комбинаций препаратов. И, что очень-очень важно, при периоде дальнейшего наблюдения риски развития сердечной недостаточности уменьшались при использовании двойной блокады. В то время, как хочу напомнить, что для применения только одного тростузумаба риски развития при дальнейшем наблюдении за пациентами, они, в общем-то, были достаточно высоки и на платы выходили уже после пяти лет. Таким образом, вы можете прочитать прямо в инструкции к пертузумабу. Отдельно указано, что комбинация препаратов тростузумаба и пертузумаба приводит к снижению числа нежелательных кардиотоксических реакций. И таким образом, резюмируя все вышеизложенное, необходимо заключить, что кардиотоксичность, необходимо помнить о том, что это побочный эффект многих противоопухолевых препаратов, не только доксорубицин и другие антрациклины. Раннее выявление факторов риска позволяет выбирать наиболее оптимальный и безопасный режим лечения. Конечно, онколог об этом всегда помнит и старается избежать назначения неграмотного с повышением риска развития кардиальных осложнений. Наиболее эффективно обеспечить кардиальную безопасность возможно именно в многопрофильном лечебном учреждении, где есть сразу же и кардиологи, которые понимают, какие нежелательные явления могут быть при использовании противоопухолевых препаратов. То есть вот эта комбинация двух специалистов, а вообще точнее работа мультидисциплинарной команды крайне важна. Если в каком-то учреждении нет своих кардиологов, которые знают, как работают и какие действия негативные оказывают противоопухолевые препараты, конечно, нужно каким-то образом предусмотреть вот эту логистику, маршрутизацию пациента, чтобы мы четко знали и понимали, какому кардиологу отправить именно к тому, который знает вот эти нежелательные явления конкретно противоопухолевой терапии. Консультация кардиолога обязательно необходима перед началом противоопухолевой лекарственной терапии, а также необходимо осуществлять регулярный мониторинг в процессе ее проведения. Именно таким образом сможем получить наилучшие онкологические результаты и не привести к тому, что больной, излеченный от онкологической патологии, погибнет потом от развития кардиальных проблем. – Спасибо большое за внимание. – Спасибо. – Если есть вопросы… – Пожалуйста, вопросы. Тут действительно столько всего мы не знаем и только рука об руку можем это делать, потому что тут столько нюансов, которые кардиолог просто не может знать. – Так же, как онколог никогда не сможет назначить адекватную и наиболее правильную терапию, хоть и понимает, что это группы такие-сякие, но только вместе. – Да. – Просто один комментарий, что тут влияние на сердечно-сосудистую систему очень многогранно. Допустим, больные, у которых неукротимая рвота во время об этом было сказано, или больные, которые получают антиеметики, у них, например, интервал КУТ удлиняется, могут быть другие эффекты. То есть не собственное лечение, а эффекты побочные лечения могут вызывать по такой замкнутый круг. Поэтому, конечно, к сожалению… И вот как раз в инструкции к рибоциклибу он донцентрон, который является антиеметиком и написан как препарат, который нежелательно назначать совместно, если больная получает рибоциклиб. – Да. И возможные взаимодействия их очень великое множество, к сожалению, но нам все надо знать, хотя бы совместно. – Спасибо вам большое. – Спасибо. 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 – Спасибо.